Друзья, всем большой привет! В конце апреля в сети стало популярным видео, на котором два инкассатора из Южной Африки уходят от погони с перестрелкой. Ссылку на полный ролик я оставлю в закрепе, настоятельно рекомендую посмотреть. Многих зрителей удивила невозмутимость и абсолютная уверенность в своих действиях водителя. Им оказался 52-летний Лео Принцло, бывший полицейский снайпер и инструктор по безопасности. Давайте познакомимся с ним поближе. Лео не является рядовым сотрудником охранного предприятия. За его плечами огромный опыт работы в полиции, службу в которой он оставил в 2004 году. Также он охранял первых лиц и вип-персон. Ранее Принцло сопровождал Нельсона Манделу, Принца Чарльза и Ким Кардашьян. Он является основателем Edge Shooting Academy. Также, помимо работы инструктором, он является сотрудником фирмы Fortis Pro Active Defense Solutions. Ну а на видео был запечатлен момент нападения и обстрела инкассаторского лэнд-крузера. Лео действовал четко и уверенно, а в конце даже покинул автомобиль, чтобы вступить в перестрелку. Его напарник Ллойд Мтумбени впервые попал под обстрел. Немножко стушевался, но довольно скоро пришел в себя. По словам Ллойда, это был его четвертый день работы в качестве охранника, и что у него не было опыта участия в перестрелках. Многие комментаторы раскритиковали Ллойда за бездействие, однако Лео вступился за своего напарника. Цитирую. «Я думаю, что эти люди должны держать свое мнение при себе до тех пор, пока они не окажутся в такой же ситуации. Тогда мы и посмотрим, смогут ли они сделать большее в тех же обстоятельствах». Журналисты задали вопрос Лео, как ему удалось так уверенно действовать в сложившейся критической ситуации. Вот что он ответил. Цитирую. «Я просто делал свою работу. Я инструктор по безопасности, и у меня есть собственная компания, которая обучает полицейских, военных и охранников тому, как реагировать в подобных ситуациях». Ключевая идея – это заранее представить, что произойдет в случае нападения, чтобы когда в вас полетят пули, вы знали, с чем вам предстоит столкнуться, и были готовы. Вы будете действовать на автомате и справитесь с угрозой. Разумеется, нет ничего, что может подготовить вас к подобной ситуации на 100%, но подготовка и развитые инстинкты могут вам помочь. Мой напарник Ллойд проработал меньше недели. Это было его боевое крещение, но он сделал то, что мне нужно. Как уже было сказано ранее, в конце погони Лео вышел из автомобиля, чтобы ответить преследователям. Однако они решили не вступать в бой и скрылись. После инцидента и раскрытия личности Лео в адрес его семьи стали поступать угрозы. Ему прислали сообщение со словами «Вы заплатите за это» и все в таком духе. Фирмы, в которой работает принц Ло, отнеслись к угрозам вполне серьезно. И поставили вооруженную охрану вокруг дома Лео на случай вооруженного нападения. Так что, друзья мои, я чувствую, что это еще не конец истории. Не забудьте посмотреть запись камеры во время нападения. Также в закрепе я оставлю ссылку на интервью с Лео.